МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие тайны скрывает прошлое? Как изменят жизнь технологии будущего? То, что казалось фантастикой вчера, может стать реальностью завтра. И об этом мы расскажем сегодня в эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Компания «Боинг» запатентовала технологию создания силового щита. Когда появится новинка? Как это работает? И где будет применяться? Нужно создавать миф, под который эти деньги будут вкладываться. Так, в принципе, работает американская система. Ученые нашли радиацию на дне Марианской впадины. Как она туда попала? И откуда там взялись настоящие монстры-гиганты? Кто они? Радиоактивные мутанты или существа с историей в миллиард лет? Марианская впадина сохранила, судя по всему, огромное количество флоры и фауны доисторического мира. Что зашифровано на 100-долларовой банкноте? Почему эта валюта никогда не меняла своего оформления? И кто решил разместить женский портрет на 10-долларовой купюре? Самое главное обвинение – это бесспорно принадлежность к Басонскому ордену. Первоначально отцы, основатели США, не скрывали свою причастность к тайному братству. Пользователи интернета нашли на спутниковых картах мифического кракена, где обитает чудовище и как отнеслись к находке ученые. Во время охоты кальмары Гумбольта мерцают красно-белым светом. За эту окраску и злобный нрав их прозвали красными дьяволами. Первая красавица фараонова царства. Кем была Нефертити? Как она выглядела на самом деле? И как правило древним Египтом? То, что нам сегодня показывают скульпторы, то приукрашенная модель. Под слоем штукатурки на самом деле полно изъянов. Золотые зубы выросли в цене. Почему сегодня на красных дорожках звезды блистают россыпью камней во рту? Как хорошо забытые технологии становятся новейшими открытиями и модными трендами? Этот протез яркое доказательство того, что в древние времена медицина была хорошо развита. Было известно протезирование. Причем протез изготовлен очень искусно. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американская корпорация «Боинг» запатентовала технологию силового щита. По словам разработчиков, он будет выглядеть как почти прозрачное поле. Так часто изображает защитные куполы и стены в фантастических фильмах. В его основе электромагнитная дуга, которая сможет оградить объекты от ударной волны фактически в любой мощности. Когда изобретатели смогут представить первый прототип? И где будет использоваться эта новинка? Военные эксперты говорят, что прототип этой системы уже испытывают на полигонах Минобороны США. Раньше такую технологию можно было увидеть только в кино. Но силовой щит – больше не научная фантастика, а запатентованное изобретение. По словам инженеров, прибор состоит из двух датчиков. Один рассчитывает силу ударной волны, а второй по сигналу выпускает заряд ионизированного газа. Таким образом, вокруг объекта создается плазменное поле. Американскую разработку уже раскритиковали российские ученые. Они заявили, что по сути это всего лишь облако из заряженных частиц. Такая завеса не спасет ни от пули, ни от прямого попадания снаряда или осколков. Все, на что способна новинка, всего лишь смягчить силу взрывной волны. Задача погашения взрывной волны, она, конечно, в общем-то тоже неплоха. Но как она решит задачи войск на поле боя? Никак. Ну что, погасили взрывную волну? Хорошо, не попадали люди. Если близко, взрывная волна может вызвать контузию. Так что сейчас это не более чем такая перспективная разработка. Еще один минус в том, что плазменное облако не отражает солнечные лучи. По мнению экспертов, люди, находящиеся внутри защитного поля, будут буквально ослеплены вспышками света. Но зачем патентовать устройство, которое приносит больше вреда, чем пользы? Специалисты утверждают, что для американских разработчиков это всего лишь очередная пиар-акция с громким названием «Силовой щит». Они хотят привлечь внимание общественности и спонсоров. С моей точки зрения, здесь присутствует такой хитрый блеф. Разработчики, поскольку им нужны деньги для того, чтобы это продолжать, они говорят о создании неком щите. Поскольку люди любят истории про лазеры, про световые стены, про магнитные стены, про резиновые танки, которые снаряд попал и отскочил, и так далее, и тому подобное. Раз нужны деньги, нужно создавать миф, под который эти деньги будут вкладываться. Так, в принципе, работает американская система. Специалисты считают, что у плазмы всё-таки есть и полезные свойства. Она особым образом влияет на воздух, делая его более разреженным. К примеру, если фюзеляж самолёта покрыть небольшим плазменным слоем, он сможет лететь быстрее, не используя мощный двигатель. Также в качестве бонуса он не будет виден на радарах, потому что радиоволны, встречаясь с ионизированным слоем, ведут себя необычным образом. Это одна из причин, почему отечественные и китайские разработчики планируют покрыть истребители нового поколения плазменными силовыми щитами. Для этого на самолётах будут установлены специальные генераторы. Авиаконструкторам осталось лишь решить вопрос, как удержать ионизированное облако вокруг летящего самолёта. На дне Марианской впадины обитает целый зоопарк невиданных монстров. Черви безо рта, гигантские осьминоги, похожие на чудовищ из японского аниме, звёзды размером с автомобиль. Вот что увидели учёные на фото и видеозаписях автоматического зонда Нериус после его погружения. Кроме того, изучение фрагментов тел глубоководных рачков показали, что в этом месте есть радиоактивное излучение, а вода буквально пропитана токсинами. Но откуда там радиация? И кто эти жуткие монстры, радиоактивные мутанты или доисторические существа, чудом дошедшие до наших дней? Марианская впадина – настоящий рассадник чудовищ. Такое сенсационное заявление сделали британские учёные из университета Нью-Касла после того, как при помощи специального подводного зонда заглянули на глубину почти 11 тысяч метров. То, что они там увидели, повергло их в шок. Само по себе, конечно, уникальнейшее место на Земле, потому что это, во-первых, самое глубокое место, во-вторых, это практически яма, которая захватывает огромнейшую часть Тихого океана. Дело в том, что жизнь в Брайанской впадине несколько отличается от той жизни, которую мы привыкли видеть. Это очень необычные формы животных. Беспилотные глубоководные аппараты увидели на дне впадины гигантских амёб ксенофеофор. Там их размер достигает примерно 10 сантиметров. И это невероятно много, ведь в обычной земной жизни эти организмы видны разве что под микроскопом. Марианская впадина сохранила, судя по всему, огромное количество флора и фауны доисторического мира. К примеру, считалось, что акула кархарадон-мигаладон вымерла много-много лет назад. Но в 97-м году японские учёные обнаружили и зафиксировали на плёнку эту самую акулу, которая обитала в Марианской впадине и чувствовала себя, судя по всему, очень-очень хорошо. Звучит ужасающе, но в Марианской впадине водятся двухметровые черви, осьминоги-мутанты и рыбы с огромными зубастыми пастями, такими, что запросто могут проглотить целиком животное размером с себя. Встречаются и вовсе необычные существа с мягким желеобразным телом, аналогов которым в природе просто не существует. Но откуда они взялись? Почему встречаются только здесь и никогда не покирают пределов этой территории? Жизнь есть везде. То есть не бывает безразумных, безжизненных мероприятий. Океан – это, во-первых, самый живой организм. Живой разумный организм. Поразительно, но обитатели Марианской впадины живут в кромешной тьме. При этом у некоторых из них имеются огромные телескопические глаза, способные улавливать малейшие блики света. А у отдельных особей предусмотрен специальный орган, чем-то напоминающий фонарь. Общая температура океана в районе Марианской впадины всегда держится на одном уровне – от 1 до 4 градусов Цельсия. Ученые уверяют, причина тому – гидротермальные источники. Океанологи называют их еще черными курильщиками из-за темной взвеси химических веществ, периодически вырывающихся из недр земли. Гейзеры, там есть подводные вулканы, кипящий источник, логови не несколько сот метров. При увеличении давления температура поднимается. В 2,5 атмосферы уже температура кипения 140 градусов. Помимо рекордно высокого давления, в пучине Марианской впадины ученые зафиксировали и радиоактивное излучение. В июне прошлого года британские исследователи опубликовали документ, согласно которому тела глубоководных рачков буквально насквозь были пропитаны токсинами. Но откуда там такая радиация? Там действует черный вулкан, и с этими извержениями попадает вся таблица Менделеева в Тихий океан. Естественно, все животные, которые живут в этой области, подвергаются очень сильному химическому воздействию. И даже в определенной степени воздействию радиоактивному, что объясняется глубиной самой впадины. Так как ядро планеты – это, по сути дела, термоядерный реактор, то, извергаясь, вулканы выносят и радиоактивно заряженные частицы. Существует и еще один гидротермальный источник в Марианской впадине – Шампань. Это единственная известная подводная область, где можно обнаружить жидкий углекислый газ. И сегодня многие эксперты сходятся во мнении – именно здесь, в глубине океана с низкой температурой и высокой концентрацией химических веществ, когда-то могла зародиться жизнь. Именно Марианская впадина была колыбелью всей жизни на планете. Именно оттуда появились первые микроорганизмы, которые впоследствии, если верить теории Дарвина, теории эволюции, развили современные, известные нам формы жизни, ну и в частности, может быть, даже в человеке. Это кажется невероятным, но люди покоряют горные вершины, стремятся в космос и при этом исследовали всего лишь 5% морского дна, которое до сих пор остается одной из величайших загадок нашей планеты. Так быть может, нам стоит искать новые формы жизни не где-то во Вселенной, а, наконец, изучить то, что находится совсем рядом с нами? Далее в программе. Женский портрет может появиться на долларах. Кому выпадет такая честь? И почему конспирологи уверены, что Александр Гамильтон никуда не исчезнет с банкноты? 5, 10, 50 долларов, которые были выпущены в обращение в 1998 году, есть явные знаки и предупреждения о грядущей катастрофе. Пользователи интернета нашли на спутниковых картах мифического кракена, где обитает чудовище и как отнеслись к находке ученые. Во время охоты кальмары Гумбольта мерцают красно-белым светом. За эту окраску и злобный нрав их прозвали красными дьяволами. Загадочная красавица. Кем была Нефертити на самом деле? Заморской принцессой или египетской нищенкой? Могла ли кухарка править царством фараона? Бюст нашли в мастерских художника и скульптора Тутмоса. И долгое время были сомнения относительно его подлинности. Золотые зубы выросли в цене. Почему сегодня на красных дорожках звезды блистают россыпью камней во рту? Как хорошо забытые технологии становятся новейшими открытиями и модными трендами? Этот протез яркое доказательство того, что в древние времена медицина была хорошо развита. Было известно протезирование. Причем протез изготовлен очень искусно. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Они не нуждаются в отдыхе, не знают страха, выполняют сложные боевые задачи. И уже грозятся нас убить. Да, я могла бы уничтожить человечество. Что будет делать в космосе российский робот-спасатель? Против кого США собираются использовать армию киборгов? Почему они нападают на своих разработчиков? И зачем ученые продолжают создавать совершенных убийц? Документальное расследование. Мы лишние. Последняя война человечества уже началась сегодня в 20.00 на РЕН-ТВ. В 2020 году может появиться первый в истории доллар с изображением женщины. Его планируют разместить на банкноте достоинством в 10 долларов. Кто станет счастливицей, пока неизвестно. Но почему они хотят это сделать? Ведь до сих пор за всю свою историю эта валюта, в отличие от прочих, практически не менялась. Как считают конспирологи, в ее оформлении зашифровано множество секретной информации. Но какой именно? Кому она адресована? И как ее прочитать? Предложение Министерства финансов убрать с 10 долларов портрет основателя финансовой системы США Александра Гамильтона американцы восприняли очень негативно. В итоге правительство решило сохранить его изображение на лицевой стороне, изменив лишь обратную. В будущем там появятся наиболее известные американские суфражистки, лидеры движения «За права женщин». А вот дизайн 20-ти долларовой купюры изменится радикально. Вместо президента Эндрю Джексона, с российскими заявлениями которого сейчас соперничает Дональд Трамп, на новой купюре появится женщина-афроамериканка. И это, конечно, шокировало многих консервативных американцев. В списке тех, кто претендует попасть на новую банкноту, одна из первых леди США Элеонор Рузвельт, инициатор движения за гражданские права чернокожих Роза Паркс и даже вождь индейцев Чироки Вилма Мэнкиллер. Однако в итоге американцы проголосовали за портрет героини времен гражданской войны Гаррия Табмен. Но, как выясняется, она станет далеко не первой женщиной, изображенной на американских деньгах. Даже сами американцы не знают и не помнят, что в Америке уже были купюры с изображением женщин. Например, индийская принцесса Покахонтас, где купюра была в обращении порядка пяти лет, а также присутствует купюра с изображением Марты Вашингтона. Окончательный дизайн новых купюр будет разработан в ближайшие два года. Министерство финансов заявляет, что главная цель замены банкнот – борьба с фальшивомонетчиками. Однако это будет самое значительное преобразование с 1928 года, когда доллары обрели свой современный вид. Некоторые эксперты утверждают, что эти нововведения далеко не случайны. За последние сто лет были раскрыты все тайные символы, изображенные на американских деньгах, а их трактовки обрели зловещий смысл, провоцирующий негативное восприятие Америки. Но действительно ли эти зашифрованные знаки так ужасны? Самое главное обвинение – это бесспорно принадлежность к басонскому ордену. Первоначально отцы-основатели США не скрывали свою причастность к тайному братству. Пирамида со всевидящим оком наверху – это один из символов масонства, да, символ всевидящего бога. Но почему-то эту пирамиду саму по себе считают очень зловещей. Может, потому что в ней 13 ступенек, а это число считают числом дьявола. Согласно официальному толкованию, пирамида всего-навсего олицетворение надежности страны и прочности ее устоев. А ее так называемая недостроенность лишь означает, что Соединенные Штаты всегда будут расти и становиться все более совершенными. Кстати, это объясняет и число 13, которое встречается буквально на каждом сантиметре долларовых купюр. Число 13 на долларах повсюду. 13 ступеней в пирамиде, 13 стрел, маслин, звезд, листьев и даже в одной из латинских надписей 13 букв. На самом деле это потому, что первоначально Штатов было 13. Но и здесь не все так просто. Дело в том, что сначала Штатов планировалось 12, а 13 уже организовали, можно сказать, насильно, специально, чтобы попасть в число. Зачем? Вот вопрос, на который пока нет ответа. Однако, по мнению конспирологов, в этих безобидных знаках на самом деле зашифрованы страшные картины. Известный факт. После атаки 11 сентября 2001 года террористы заявили, что башни-близнецы были выбраны в качестве цели, так как походили на две черты в знаке доллара. Скрытые предупреждения о терактах нашлись и в самих купюрах. Многие считают, что в купюрах 5, 10, 50 долларов, которые были выпущены в обращение в 1998 году, есть явные знаки и предупреждения о грядущей катастрофе. Атаки на башни-близнецы, на Пентагон, что якобы, если их сложить определенным образом, в определенной конфигурации, переломить грани, можно увидеть горящие здания. Что двойная полоса на долларе – это якобы башни-близнецы. Психологи считают, что подобные конспирологические версии для общества явление неизбежное и в какой-то степени необходимое. Реальные масштабы крупных трагедий так сильно пугают людей, что избавление от этих страхов зачастую происходит через мифологизацию. И вполне возможно, на долларах найдут еще не одно предвестие будущих трагедий и катаклизмов. Пользователи интернета обнаружили на спутниковых картах существо, напоминающее кракена. По их словам, монстр обитает у берегов Антарктиды. Кракеном называют кальмарообразного гиганта из скандинавского фольклора. В средние века моряки верили в его реальность, а в 1770-х годах его даже внесли в списки реальных существ, классифицировав как головоногая. Но существует ли он на самом деле? Что это – мифический монстр или неизвестные науки беспозвоночные? Семь рыбаков стали жертвами стаи гигантских кальмаров в море Кортеса. Очевидцами этой трагедии были сотни человек, видевшие все с берега. Рыбацкое судно возвращалось в порт, когда из воды к бортам потянулись десятки огромных щупалец. Они хватали рыбаков и тащили их на дно. Окончив охоту на людей, моллюски раскачали судно и опрокинули его. Изучая этот случай, мы пришли к выводу, что кальмары напали на рыбаков не случайно и хорошо координировали свою атаку. Есть опасения, что с каждым годом таких нападений будет все больше, так как рыбы на территориях, где охотятся эти морские хищники, становятся все меньше. Спустя всего несколько часов после трагедии, волны выбросили на берег тела погибших. Все они были покрыты бордовыми пятнами от присосок морских монстров. Один из моряков был еще жив, но буквально изжеван гигантскими чудищами. Позже береговой охране удалось поймать одного из нападавших на судно монстров. Это была самка плотоядного кальмара Гумбольта весом в 65 килограммов. Длина ее тела вместе с щупальцами составляла 10 метров. В пучинах действительно водятся гигантские кальмары. И даже, так сказать, колоссальные, которые крупнее гигантских. И ученым попались в руки несколько экземпляров, которые были величиной от 7 до 10 метров. За последние годы эти беспозвоночные стали более агрессивными. Чаще всего их жертвами становятся дайверы. Причем нападения происходят в разных местах. В Мексиканском заливе, в Тихом океане у берегов Калифорнии, в Японском море. Во время охоты кальмары Гумбольта мерцают красно-белым светом. За эту окраску и злобный нрав их прозвали красными дьяволами. В центре головы у них располагается своеобразный клюв. Это хитиновое образование, которым животное размалывает рыбу. Им он способен перекусить стальной трос толщиной 8 сантиметров. Схватив жертву щупальцами, кальмар Гумбольта затягивает ее в свой рот, просто не оставляя шансов на спасение. Эти обитатели морских глубин настолько неуловимы и осторожны, что вплоть до середины 19 века их существование не было доказано. В средневековых легендах они описываются как чудовища, нападающие на мореплавателей и топящие корабли. Ирландские рыбаки называли их кракенами и утверждали, что размер этих беспозвоночных превышает 20 метров. Возможно, самым первым кракена описал еще Гомер. Существует предположение, что сцилла, которую встретил Одиссей, и есть не что иное, как гигантский кальмар. Несмотря на то, что существование гигантских кальмаров доказано, ученые еще ни разу не встречали моллюска больше 15 метров. В легендах же упоминаются просто грандиозные особи, размером с плавучий остров. Считалось, что кракены не только топят корабли, но и являются злейшими врагами кашалотов и часто вступают с ними в схватки. Некоторые биологи полагают, что современная наука действительно недооценивает размеры, которых способны достичь гигантские кальмары. В глубинах океана могут скрываться кракены даже 50-метровой длины. Выводы экспертов строятся на том, что все найденные мертвые экземпляры гигантских беспозвоночных длиной до 15 метров принадлежат молодым особям с присосками небольшого 15-сантиметрового диаметра. Однако иногда исследователи находили на китах отпечатки щупалец с присосками в 30 сантиметров. Так в январе 2011 года на берег острова Беринга выбросила изуродованную тушу кита. Изучение этих останков показало, что животное погибло от ранений, нанесенных действительно гигантским кракеном с присосками размером с футбольный мяч. Существование морских чудовищ длиной больше 20 метров верит и уфолог Скотт Уаринг. Изучая спутниковые карты, он разглядел в океане возле берегов Антарктиды характерную форму туловища. Ориентируясь на видимую часть, эксперт предположил, что величина этого монстра может составлять от 30 до 120 метров. Согласно одной из гипотез, эта особь может быть уцелевшим предком современных гигантских кальмаров. Далее в программе. Первая красавица фараонова царства. Кем была Нефертити? Как она выглядела на самом деле? И как правило древним Египтом? То, что нам сегодня показывают скульпторы, то приукрашенная модель. Под слоем штукатурки на самом деле полно изъянов. Золотые зубы выросли в цене. Почему сегодня на красных дорожках звезды блистают россыпью камней во рту? Как хорошо забытые технологии становятся новейшими открытиями и модными трендами? Этот протез – яркое доказательство того, что в древние времена медицина была хорошо развита. Было известно протезирование. Причем протез изготовлен очень искусно. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках бюст, пожалуй, одной из самых знаменитых цариц Египта – Нефертити. Жена фараона Эхнатона прославилась своей красотой. Ее называли «совершенная». Ее лицо украшало храмы по всей стране. О ее происхождении египтологи спорят столетия. Большинство считает ее египтянкой, другие – иноземной принцессой. Но кем она была на самом деле? И только ли красота сделала ее легендарной личностью? В долине царей обнаружена новая гробница. Об этом заявил известный египетский археолог Захи Хавас. Он и его научная команда предполагают, что в этой усыпальнице находятся останки царицы Анхесен-Паатон, жены Тутанхамона и дочери Нефертити. Нефертити считается самой яркой и могущественной женщиной всех трех десятков династий египетских правителей. Но своей славой среди наших современников она больше всего обязана не историческому статусу, а произведению искусства. Бюсту Нефертити, найденному немецким египтологом Людвигом Борхардом в декабре 1912 года. Бюст нашли в мастерских художника и скульптора Тутмоса. И долгое время были сомнения относительно его подлинности. В 1992 году была проведена томография. Выяснилось, что бюст состоит из нескольких слоев. И в некоторых местах толщина известковой штукатурки почти 25 миллиметров. Технологии прошлого десятилетия позволили ученым заглянуть под слой штукатурки лишь на 5 миллиметров. Однако недавно с помощью новых сканеров ученые смогли разглядеть, что находится под всеми слоями, нанесенными на скульптуру. Оказалось, привычный нам образ египетской царицы сильно отличается от того, какой она была на самом деле. Изначально у Нефертити был нос с картошкой и с горбинкой. Чуть провисали уголки губ, по краям самих губ и на щеках виднелись заметные складки и ямочки. То, что нам сегодня показывают скульпторы, то приукрашенная модель. Под слоем штукатурки на самом деле полно изъянов. Но если древние скульпторы приукрасили внешность Нефертити, могли ли подобные метаморфозы коснуться и ее тела? Современные исследователи утверждают, художники явно польстили египетской царице. На самом деле у нее были достаточно тонкие голени, полные бедра и круглый живот. А если взять во внимание вытянутую вперед шею, то к реалистичному портрету Нефертити можно смело добавить еще и сутулость. Кроме того, по словам историков, ее правление было не самым спокойным, а положение настолько непрочным, что царице даже пришлось отдать свою 15-летнюю дочь замуж за родного племянника Тутанхамона, дабы укрепить свою власть при дворе. Мало кто знает, что она была брошенной женой, потому что ее муж Эхнатон впоследствии с ней разошелся и взял себе в жену другую женщину Кию. И этот факт, в общем-то, малоизвестен. Нефертити, по мнению историков, была не просто женой фараона, а полноценным правителем. Именно ее называют главным организатором религиозной реформы. Она стала первой женщиной в Египте, кому удалось после развода сохранить реальную власть в стране. Нефертити была правой рукой Эхнатона, потому как она, ну, не говоря о том, что она его вдохновляла, и на стихи, и на какие-то поступки, и, как говорят, они обсуждали какие-то реформы, Нефертити оказала существенное влияние на стиль. Изменились рисунки в гробнице. Ощущение прекрасного у этой прекрасной женщины было развито очень сильно. Специалисты утверждают, долгое время Эхнатон обожал Нефертити. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в древних папирусах. Но на 14-м году своего правления фараон вдруг неожиданно развелся и отправил жену в северную часть столицы, отделенную от центральной, высокой стеной. Разрыв супругов был настолько болезненным и резким, что Эхнатон даже приказал стереть имя и изображение Нефертити со всех надписей и барельефов. Но чем царица так не угодила своему супругу? Интересно наблюдать, как стиралась память о Нефертити, как сбивалось ее изображение со стен. Причем, казалось бы, по логике должны были уничтожать именно изображение Эхнатона. Но наиболее яростно уничтожалось изображение Нефертити. Вопреки безграничному влиянию Нефертити народ ее недолюбливал. Особенно ярко, по мнению экспертов, свой протест выражали женщины, которые считали слухи о ее красоте слишком преувеличенными. Вообще у жителей Ахитатона был удлиненный череп. Если посмотреть в Каирском музее или какие-то изображения, то очень много тех же фараонов, которые теоретически относятся к, так сказать, аристократии, у них внешность просто... Я даже не знаю, с кем их сравнить сегодня, чтобы никого не обидеть. Однако, несмотря на мнение современных экспертов, имя царицы Египта переводится как «красавица пришла». Именно этот перевод стал камнем преткновения в спорах ученых о происхождении Нефертити. Одни считают ее египтянкой из знатной семьи, другие утверждают, что имя напрямую указывает на иноземное происхождение. Более того, исследователи предполагают, она могла быть метанийской принцессой Тадухепой, присланной ко двору отца Эхнатона, фараона Аменхотепа III. Считается, что принцесса Тадухепа, прибыв в Египет, взяла новое имя, как это делали все иноземные невесты, и была признана дочерью богини красоты. Сады Семирамиды 21 века. В Китае появится вертикальный город-лес. Экологический рай для любителей зелени и свежего воздуха разработан итальянцами и рассчитан на 30 тысяч жителей. По задумке авторов проекта, в мегаполисе посадят более 40 тысяч деревьев и почти миллион растений. Сдача проекта запланирована на 20-й год. Какие сюрпризы ждут будущих горожан? И в каких странах уже появились подобные чудеса света? Минприрода опубликовала список российских городов с самым грязным воздухом. Среди них Норильск, Омск, Челябинск и Красноярск. По словам экологов, основной источник вредных выбросов это промышленные зоны и автомобили. Защитить от них жителей эксперты планируют с помощью необычного леса высота деревьев, в котором будет превышать 100 метров. Речь идет о проекте «Вертикальный лес». Это когда прямо в центре города строятся огромные небоскребы. Но выглядят они как огромное дерево. Потому что весь их фасад украшен различными растениями, травой, деревьями и кустарниками. Впервые такой проект реализовали в Милане в 2014 году. В городе появились два зеленых дома, которые быстро стали достопримечательностью. По словам экологов, эти небоскребы по объему очищенного воздуха не уступают гектару эвкалиптового леса. Конструкторы считают, если в городе создать несколько районов из подобных зданий, у мегаполисов появятся свои легкие. Но это не единственная функция так называемых зеленых домов. Деревья, высаженные на балконе таких домов, это идеальная защита от шума и пыли городских улиц. Летом листва деревьев защищают от солнечных лучей. И, соответственно, жителям нужно меньше включать кондиционеры. Зимой листва падает и позволяет свету проникать в квартиры домов. Кроме того, эти деревья – это идеальный дом для птиц. Чтобы деревья не вырвало с корнем во время урагана, их закрепили в катках специальными ремнями. Создатели вертикального леса заявляют, что все саженцы предварительно испытывали в аэродинамической трубе. По их словам, стволы не сломаются даже при ветре в 140 километров в час. Поливают эти висячие сады с помощью воды из канализации, правда, предварительно отфильтрованной. Трубы для подачи жидкости подведены прямо к основаниям деревьев. При этом корни, начав расти, по словам архитекторов, не смогут повредить здание. Чтобы корни не могли пробить стены и прорасти в чью-нибудь спальню, бетон в катках с высаженными растениями укладывают в три слоя, а поверх него помещают геокомпозит, который сдерживает рост корней. Вслед за Миланом подобные здания появились в Сингапуре и Сиднее. А по заявлениям китайских строителей, уже через три года в их стране построят целый мини-город из так называемых зеленых домов. Его планируют создать в Лючжоу, крупном промышленном центре, постоянно страдающим от смога. Это прежде всего город-парк, город-лес. Там будут гидропонические системы полива, системы сбора дождя и накопления воды, влаги за счет дождя. Там будут системы использования ветра для продувки, для вентиляции и для выработки даже электроэнергии. То есть это будут использоваться технологии комбинированные, которые будут максимально использовать разные варианты возобновляемой энергетики. Это и ветроэнергетика, это и фотоэлементы, которые будут генерировать энергию солнца. Но все так называемые вертикальные леса создаются в районах с относительно теплым климатом. Некоторые эксперты считают, что строить в России такие дома бессмысленно, ведь промышленные города зачастую расположены в холодных зонах. При экстремально низких температурах растения не выживут, но ряд специалистов нашел решение проблемы. Главное адаптировать данные фасады под российский климат. Вместо теплолюбивых лиственных растений можно применять хвойные, потому что они морозоустойчивые, они вечно зеленые. Вместо кустарников можно применять низкорослые деревья из тундры, которые растут даже в самых экстремальных условиях. По словам создателей Миланского вертикального леса строительство зеленого дома всего на 5% дороже обычной высотки. Такое незначительное увеличение стоимости в России посчитали рентабельным, поэтому наши специалисты намерены разработать собственный проект зеленой многоэтажки. В Новой Зеландии выбросились на берег 416 китов. Это самоубийство млекопитающих стало самым масштабным суицидом океанских обитателей за последние десятилетия. Несмотря на все усилия спасателей, не меньше 300 особей погибли. Но почему киты и кашалоты это делают? Что манит их на суше? И есть ли какая-то связь между вспышками на солнце и самоубийствами животных? Побережье Фаруэл-Спид называют самым жутким местом для китов и дельфинов. Только за последние 5 лет здесь произошло 4 массовых самоубийства морских млекопитающих, в результате которых погибло более 700 особей. Причем, как заметили океанологи, выброс китов на берега Новой Зеландии всегда случается примерно в одно и то же время. В конце января, в начале февраля. Но что или кто заставляет их это делать? Данный случай является третьим по масштабу гибели морских млекопитающих побережья Новой Зеландии. Самой массовой была зафиксированная гибель в 1918 году. Мы с отчетом, когда погибло более тысячи животных. Второй по масштабу случай произошел относительно недавно в 1985 году Окленда в Новой Зеландии. Там где-то около полутысячи животных погибло. О том, что животные, как и люди, склонны к депрессиям, утверждал еще Аристотель. А римский ученый Клавдий Элиан во втором веке нашей эры посвятил этой теме целую книгу. У лебедей, между прочим, у них пары организуются на всю жизнь. И лебедь может действительно затосковать. И вот здесь вот эта тоска тоже приводит нервную систему к истощению. Он теряет бдительность, плывет туда, куда нельзя, ученики съедят или разобьется где-то. Известный случай с собакой в Японии, которая потеряла хозяина. И на том месте, где потеряла, сидела эта собака каждый день в омраченном состоянии, депрессивном абсолютно. Не пила, не ела. Но что же побуждает китов к массовому самоубийству? Звучит невероятно, но ученые предполагают, причиной всему может быть излишняя шумовая активность. Как показали исследования, за последние сто лет уровень шума в океане увеличился в несколько десятков раз. Он исходит не только от моторов судов, но и различных приборов, сонаров, которыми прощупывают дно, эхолотов и радиолокаторов. Вал этого техногенного шума сбивает китов с толку, мешая им спокойно общаться. Чтобы в море найти свою самку, кит издает звуки, самка издалека за сто километров слышит, и они таким образом могут сближаться. И если морское пространство наполнено шумом моторов, какие-нибудь еще шумы техногенного порядка, они, конечно, сбивают киту. Это дает киту ложную информацию, ложный сигнал, и кит может тоже по ложному пути пойти и выброситься на берег. Еще одна версия столь странного поведения морских млекопитающих – изменение положения магнитных полюсов Земли. Этот процесс, как уверяют физики, происходит постепенно, и он просто сводит китов с ума. В животном мире, а киты живут долго, у них своя навигационная система, свой навигатор, как в автомобилях у нас сейчас. Полюс сдвинулся, силовые линии по-другому расположены, магнитное поле по-другому информацию дает, и кит по ложному следу, по старинке идет, а там вдруг уже это выходит на побережье, там полуостров какой-нибудь. Достаточно доминантной самке впасть вот в такое расстройство, а она за собой ведет весь косяк, и все выбрасываются наотмель. Но если процессы трансформации магнитного поля, как уверяют ученые, довольно длительные, то почему тогда киты выбрасываются на берег в какой-то определенный период? Однозначного ответа на этот вопрос пока не нашлось, зато у исследователей появилась еще одна версия случившегося. Сбой ориентации млекопитающих в пространстве могут провоцировать ядовитые водоросли. В январе-феврале ежегодно происходит светение глубоководных красных водорослей. Водоросли выделяют в большом количестве яд. Вполне возможно, что именно этот яд вызывает то ли может какие-то галлюцигенные состояния, то ли отравление организма, в том числе желудка у китов и может не в силах терпеть вот эту боль, не в силах справиться с этими галлюцигенными состояниями, киты выбрасываются на мелководье. Нельзя исключить связь гибели китов и с радиоактивными аномалиями. Многочисленные исследования показали, при лучевом воздействии на живой организм в работе его вестибулярного аппарата начинают происходить серьезные нарушения. И чем больше доза, тем парадоксальнее реакция. Но что может стать источником этого опасного излучения? В океан содержит всю таблицу Менделеева, и поэтому киты, проходя над этими зонами или входя в них, и неизвестно, как эта радиация воздействует на них, она может воздействовать на органы их ориентирования. Вполне возможно, что именно эти воздействия являются причиной массовых самоубийств. Сотрудники НАСА считают, что морских млекопитающих на самоубийство толкают вспышки на Солнце, вернее, их последствия — геомагнитные бури. Однако данные исследований показали, в момент последнего выброса китов на сушу на Солнце не только не было никаких возмущений, но даже пятна едва просматривались. Зато в этот день аппаратура зафиксировала странный звук, уловить который человеческое ухо просто не в состоянии. Английский уфолог Лепоэр Тренч предположил, что источником загадочного звука сверхвысокой частоты, приводящего китов в бешенство, могут быть неопознанные летающие объекты, которые так часто наблюдают в этом регионе. Неоднократно моряки наблюдали так называемые светящиеся колеса, всплывающие из глубины и уходящие в глубину, вращающиеся довольно большого диаметра, излучающие не только свет, но и тепло. Вполне возможно, что непосредственный был контакт между этими объектами и китами-дельфинами по свидетельству очевидцев, животных, выбросившихся на отмель, у них наблюдались серьезные ожоги. Правда, этим странным звуком и загадочным свечением есть и еще одно более реалистичное объяснение. Конспирологи считают, что так западные спецслужбы проверяют свое новое секретное оружие массового поражения. Если испытания на китах пройдут успешно, то следующей жертвой могут стать люди. В ближайшем будущем человек сможет управлять протезом с помощью мысли. Подобный эксперимент уже провели в США. Во время опыта мужчина даже смог пошевелить пальцами искусственной руки. Считается, что прорыв в этой сфере произошел с появлением бионических моделей, устройств, улавливающих нервные импульсы человека. Но так ли это? Что знали о протезировании в древности? И какие чудеса медицины ждут нас завтра? Мумию женщины с протезом вместо ступни нашли в одной из египетских усыпальниц. Ученые шокированы тем, насколько виртуозно изготовлена искусственная часть ноги. Изучив находку, они пришли к выводу, что три тысячи лет назад египтяне прекрасно разбирались в анатомии человека. Протез вырезан из дерева. К ступне крепится при помощи кожаных шнурков. Большой палец на шарнирах позволяет свободно передвигаться, не испытывая при этом никаких неудобств. Британские ученые провели эксперимент. Изготовили копии артефакта и снабдили ими людей с ампутированными пальцами ног. Добровольцы с удивлением отметили, что протез довольно удобный и функциональный, словно изготовлен в наши дни. Этот протез яркое доказательство того, что в древние времена медицина была хорошо развита. Было известно протезирование, причем протез изготовлен очень искусно. Мастера, изготовившие его, тщательно передали детали, воссоздав из дерева даже ноготь. Эта находка археологов подтвердила, что уже три тысячи лет назад египтяне знали о протезировании намного больше, чем люди средневековья. Сохранились папирусы, в которых подробно описаны не только методики проведения сложнейших операций, но и чертежи искусственных конечностей. Одной из самых передовых областей протезирования можно назвать стоматологию. Сегодня дантисты уже готовы предложить своим пациентам челюсть, полностью отпечатанную на 3D-принтере. Однако звезд шоу-бизнеса привлекают вовсе не современные разработки. Эти зубные украшения называются грилзы, своего рода золотые капы. Сегодня драгоценные коронки носят Джастин Бибер, Риана, Кэти Перри и даже Мадонна. Выглядит это спорно, но американские стоматологи новинку одобряют. Считается, если материал качественный и сделан именно под ваши зубы, то эта золотая штучка будет способствовать улучшению вашего самочувствия, возможность старения будет понижаться и, соответственно, будет улучшаться здоровье, самочувствие. И при воздействии на слизи, то это все воздействует наилучшим образом. У этого тренда тоже есть древний предок. Эти черепа археологи нашли на территории современной Мексики. Эксперты считают, что они принадлежали представителям племени Майя. Французский палеоантрополог Жан-Жак Юблан лично исследовал обнаруженные останки. Профессор уверяет, древние люди аккуратно высверливали зубы до самого корня, тщательно вычищали отверстие, а после пломбировали его специальной смесью и лишь затем вставляли украшения. Мы исследовали этот зуб с помощью сканирования. Любопытно, что в ходе исследования в зубе была обнаружена полость искусственного происхождения. Она была кем-то высверлена с помощью сильно заостренного кусочка кремния с целью предотвратить болевые ощущения. Удивительно, но древние стоматологи умели обеззараживать раны и знали, как быстро обезболить проблемный зуб. Об этом говорят результаты анализов. Во рту древних Майя ученые обнаружили следы тополя. Именно из него спустя тысячелетия в 19 веке стали делать всем известный аспирин. Помимо запломбированных зубов, ученые много раз обнаруживали на раскопках черепа со странными отверстиями в теменной области. Экспертиза показала, их тоже делали специально. Но кто и главное для чего? Скорее всего, какие-то отделы мозга, они тем самым пытались улучшить. Вставлялись даже определенные имплантанты туда, это тоже видно. Там и кварцевое было стекло, и какие-то еще. Вполне возможно, что, в общем-то, определенные зоны мозга раздражались с помощью солнечного света, переломляясь через вот эти линзоподобные кварцевые стекла, и создавали в работе мозга какие-то новые эффекты. К такому же выводу пришел физиолог Хабиб Аль-Хафес. Он долгое время изучал египетские мумии, и, по его мнению, хирурги той поры умели пересаживать конечности. То есть, они нашли способ заставить иммунные клетки организма не отторгать чужеродную ткань. Также найдено немало свидетельств того, что египтяне умели делать пластические операции, менять пол и даже шунтировать сердце. Даже и делали трансплантации. Древняя наука научилась вырезая лоскуты кожи из разных мест спины и другие приживлять их на нос и делать протез. По мнению историков, в древние времена знания о медицине, строительстве и науке были доступны только представителям высших сословий и передавались из поколения в поколение. Однако все они были утеряны вместе с исчезновением самих цивилизаций. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Сомерсет Моэм. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Сомерсет Моэм. 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 Сомерсет Моэм.